В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего её побеждать-то, господи, ну Украина. Противник понёс масштабные потери. Десант ограниченными силами высадился на аэродроме. Было срочное включение с ребятами. Ребята уже в Киеве, всё хорошо. Отряд кадыровцев приехал. Это кадыровцы, ебаные! Наши вооружённые силы провели деэскалацию на киевско-черниговском направлении в качестве жеста доброй воли. В качестве шага доброй воли вооружённые силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. В качестве жеста доброй воли. В качестве шага доброй воли. Привет, друзья! Я Григорий Герман. Сегодня я хочу поговорить с вами о жестах доброй воли. Этим красивым и, главное, совершенно бессмысленным в 2022 году сочетанием красивых слов российская пропаганда и, главное, российское же руководство до этого момента прикрывало свои поражения. Как протёртый до неприличия паркет прикрывают каким-то красивеньким ковриком. Ну или не очень красивым, насколько хватит денег. На что способна плешивая крыса, загнанная в угол хаймарсами и, главное, украинским сопротивлением и волей к победе с одной стороны, и экономическими санкциями, которые, как известно, совершенно не работают, но почему-то падение ВВП бьёт все рекорды, с другой стороны. Угол западня. Говорят, волки могут отгрызть себе лапу, попав в капкан. Но, во-первых, неизвестно, правда ли это. А, во-вторых, кремлёвский отщепенец уже давно не напоминает матёрого волка. Капкан есть, лаповый есть, а волк постепенно превращается в не самую молодую и не самую резвую собаку. Всё сложнее даже для внутреннего зрителя изображать мощные мохнатые лапищи, всё труднее вести стаю, потому что стаи — это не дураки. И прекрасно видят, куда-то не туда привёл вожат. Тут флажки, там флажки. Добычей не пахнет, скорее наоборот. То, что казалось легким трофеем, готовым упасть прямо в пасть, обнаружила нехилые когти, острые зубы и бронированную шкуру. Украина, по мгутинскому разумению, жаждущая обернуться к России передом, стать очередной избушкой на курьих ножках, не захотела. Вцепилась в землю, стиснула зубы и сначала вышвырнула ошалевших от такого финта волчар позорных с севера, а теперь уже и на других направлениях. Серые хищники, матёрые ВДВшники, собравцы и мобилизованные щенки, дымя подпаленной шерстью и поджав хвосты, отступают. Огрызаются, лают, но отступают. Наши атаки — юг и северо-восток. Херсонская область и Харьковская область. Чем они отличаются от того, что русские с донбабийцами и с лугандонами, то, что они называют союзными силами, делали на Донбассе в июне-июле месяце? У них же тоже было наступление. В оперативном искусстве каждое тактическое действие должно приводить к улучшению ситуации и, в принципе, достижение таких результатов, которые помогают превратить тактический успех в оперативный и дальше достичь результата в операции, которая была запланирована, которая позволит выйти на планирование другой операции, которая будет иметь уже другие цели со следующими результатами. Так вот, у вооружённых сил Украины сейчас чётко видно, как они это делают и зачем они это делают. Ну, во всяком случае, если разбираться, то, понятно, смысл идёт не в том, чтобы, как русские кричат, там, вот мы взяли вторую улицу в песках, там, зашли какой-то завод у них, там, они какой-то взяли, тут один цех взяли, второй взяли, ну, то есть какой-то пейнтбол в их исполнении. Почему у них тогда, вот, при преимуществе численно, при подавляющем преимуществе в артиллерии, при подавляющем преимуществе в воздухе, что самое главное в современной войне, почему у них не получалось, а у нас сейчас вроде бы как получается? Ну, у нас получается только потому, что не слушали вот эти требования. Когда уже будет это контрнаступление? Когда уже оно будет? Ну, все, ну, люди, которые понимают, они говорят, не нужно спешить. Здесь не время играет главное, а главное подготовка и учёт всех необходимых условий, подготовка всех компонентов, естественно, подготовка противника должным образом, это по-английски это shaping, или preparation and shaping of battlefield, то есть ты готовишь battlefield, поле боя, в том числе противника своим влиянием огневым, до такой степени, когда ты можешь выполнять свою задачу. Вот эти все удары, например, на южном направлении, по мостам, по складам с боеприпасами, на востоке тоже склады с боеприпасами, командные пункты, особенно ситуация изменилась, когда мы получили ракеты Харм, например, то есть вот то делал и Хаймарс, а теперь получили ещё ракеты Харм, и начали бить по силам, сестам ПВО, ПВО. Это очень изменило ситуацию, сразу заработала украинская авиация, и появились видео с Байрактаром. Это означает, что Байрактары опять появились в небе, а это опять же меняет ситуацию. То есть мы просто нашли какое-то слабое место, вот в этой цепочке ВОПов и РОПов, да, как пишет Киркин, нашли какое-то слабое место, и туда даванули. Это шахматы. То есть в этот раз, вот сейчас украинская команда, они просто обыграли в шахматы, вот в этой комбинации, то есть заставив их перегнать большинство сил на юг, и начать выполнять свои задачи на северо-востоке. А с конкретными задачами, там конкретная задача, группировка на изюм. Если сыпется группировка на изюме, там может посыпаться и всё остальное. Вот этот весь донбасский конгломерат, потому что, ну, дело в том, что отрезается одна из щупалец, вот эта вот, та, которая должна была охватить украинскую группировку, она отрезается. Но это же не просто так отрезать, там, 20 тысяч человек с личным составом. Это же трагедия, это же будет катастрофа. По твоим ощущениям, осень или весна могут стать переломным моментом в этой войне? Сейчас мы говорим о переломе, действительно, оперативного уровня, даже не стратегического. Оперативный уровень, да, произошёл перелом. Ну, вот он сейчас начинается, правильно? Да, да, да. Активация пошла, ну, уже мы видим эту активизацию, это очевидно, это можно говорить, что идёт активизация. Перелом, действительно, я думаю, что будет до зимы достигнут определённый успех. Путин будет стараться каким-то образом, ну, мы буквально вот до этого говорили, что он будет пытаться сейчас заморозить линию фронта, но ему это не удалось уже. То есть мы вот когда говорили, что ему он будет пытаться, уже одну задачу он не выполнит. Теперь следующая задача, и это действительно у него последний шанс будет, заморозить реально Европу и Украину с помощью дефицита газа, нефти, энергоносителей, создать протестное настроение в Европе, чтобы они начали сносить правительство и так далее. То есть военным способом, я думаю, уже у него нет шансов. То есть он может какие-то, я не знаю, объявить мобилизацию, да. Мобилизация, это всё равно нужно, чтобы, ну, он может объявить, конечно, на зиму мобилизацию и начать готовиться. Но украинская же армия не будет ждать этого. Да. Украинская армия же знает, что ей делать, какие направления важны, куда идти и куда громить. Всё, что произошло за эти шесть месяцев в Украине стало неожиданным поворотом для тех, кто должен был в силу занимаемой должности предвидеть последствия своего опрометчивого шага. Но 24 февраля российское руководство совершило самую большую ошибку в своей истории. Начало агрессию в Украину. Соблазнилось идеей с помощью оккупации и силового смещения украинской власти окончательно решить украинский вопрос. Уничтожить украинское государство, сидевшее с занозой и в голове плеишфюрера и давайте честно, в большинстве голов, чьи фотографии украшают российские паспорта. Представление российского общества о том, что украинское государство не более чем недоразумение, какая-то глупость, бессмыслица, засело в головы россиян ещё в 90-х годах прошлого столетия и заботливо проросло благодаря умелым рукам российских идеологов и пропагандистов, превратившись сейчас в развесистое дерево, этакий идеологический великий баньян размером с Российскую Федерацию. Это факт. И именно это главная причина, из-за которой всё, что происходило в Украине последние шесть месяцев, стало для российского общества обжигающим сознание огненным душем. Милые, дурашливые, ни на что не способные гречкосеи, которые почему-то в 91-м году оказались за какой-то непонятной границей, вдруг оказались безжалостным, упорным, умелым, цепким врагом, который готов рвать за свою независимость и защищать свою землю всеми правдами и неправдами. А американцы, которые прагматичные, немцы, которые никогда не откажутся от нашего газа, эти манерные французы, испанцы, чопорные британцы вдруг встали с украинцами рядом. Отказались и от прагматичности, и от газа, и от манерности. И вот уже полгода подносят снаряды, ракеты и хаймарсы украинским воинам. Вводят санкции и готовы вообще отказаться от всего, что окрашено в бело-сине-красные цвета. Включая туристов, ранее соривших деньгами в бутиках Милана, россияне, включая российскую власть, оказались в ней. Что делать дальше? Не, все понятно. Операция проходит по плану, украинцы демилитаризируются, Европа замерзнет зимой. На самом деле хранилище газа в Европе заполнено уже на более чем 80%. Сотрудничество с Китаем, Северной Кореей, особенно с Мьянмой, цветет и пахнет. А процент жиров в масле неуклонно растет. Но что делать-то? Уверен, что этот вопрос довольно часто звучит и в кремлевских кабинетах, и в респектабельных офисах российских миллиардеров. Я также уверен, что ответа нет. Не там, не там. Попробуем пофантазировать на эту тему с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым. Восточный экономический форум. И Путин. Россия ничего не потеряла. Насколько я понимаю, с экономической точки зрения, с точки зрения международного влияния. И еще более интересная фраза. Россия в Украине ничего с военной точки зрения не начинала, а пытается только закончить. Это что? Это там, не знаю, теплая ванна размером с кремлев, такое джакузи в 28 гектаров с бульбашками? Или это диссоциативное расстройство личности пациента? Ну, Путин уже, ему сейчас все равно, что о нем думает, по большому счету. Или почти все равно. Потому что сейчас речь идет о его судьбе и о жизни. И, естественно, он будет как мандру повторять то, что повторяет жизнь. Поэтому совершенно понятно, что сейчас армия начинает потихоньку терпеть поражение. А может даже не потихоньку. Вот совершенно понятно, что подписываются серьезные планы Запада, и вы знаете, что Америка писала план о поддержке Украины и после войны перегружения армии. Программа огромная на 5 лет. Совершенно понятно, что санкции работают. Что нефть идет вниз благодаря усилиям международного сообщества и там все же переговоры. Что достигнуты совошения всеми темы врачений цен по российскому газу по нефти. Что, про сути дела, газ, газовые поставки резко сократились, они вообще скоро перестанут быть как... Ну, может, не скоро, но перестанут. Поэтому, в принципе, все идет по нарастающей против Путина. Ну, у него задача такая. Делают вид, что ничего не происходит. По-барзански, как они считают, я же много раз слышал слова в премьере. По-барзански будем терпеть, перетерпим, кто-то дрогнет, кто-то маргет раньше. У них вот расчет только наим. Что терпение кончится не у них первыми, а кончится терпением того. Вот, вот игра в моргалке, да, она это в чистом виде. Только ценой есть в моргане является гибель десятков тысяч людей. Еще одно заявление, оно, в принципе, ложится в эту логику. Это то, что новая цель, опять же таки, по словам Путина, Российской Федерации, это уничтожение Украины как антироссийского анклава, который угрожает России. не является ли это подготовкой российского общества к каким-то еще более кардинальным мерам, да, начиная от той же мобилизации всеобщей и заканчивая, например, нанесением тактических ядерных ударов по каким-то объектам на территории Украины? По ядерным оружию возможно, но мы с вами знаем, что пока реальных шагов по подготовке мы планируем такого ядерного удара, к счастью, пока нет. Что касается мобилизации, он не мутирует, конечно, из головы, но я думаю, что это очень резко, скажем так, спровоцирует вот эти общественные недовольства в Москве, в Питере и других крупных городах. Потому что сейчас все-таки вот это пушечное мясо едет за деньгами убивать правиться, то там-то еще и денег платят, и еще это столичные города, да еще это молодежь, которая войну ненавидит в большинстве своем, да, с каким-то там старичью, которые там, они бы можете рано там поехать, часть из них, так, из них песок рассыпется на ровном месте. Поэтому совершенно понятно, что вот весьма непростого решения по всеобщей мобилизации, я думаю, что ее не будет, хотя у Путина в голове это скинь, типа, вставая страна огромная, но деморализация настолько сильная идет, что уповать на вот эту мобилизацию, мне кажется, уже поздно. покатилась же, скрытая мобилизация, я же ничего не путаю до Москвы и до Питера, да, уже же видели. но она такая, она пока еще не очень невнятная, не акцентируетная, почему? Потому что увеличение численности армии, но пока еще вроде бы срочно не целовек, никого там не заставляют под приказом, как-то сказать, лишения всех прав и полномочия, ипотека и так далее такого пока не происходит. Поэтому просто среди этого континента, которого там призывают, который там находится в первой особенной неделе в средствовой ситуации, с ним, конечно, так легче работать и вербовать по контракту. Но это не сильно поможет. Ну, какие-то, может быть, там лишние, там, 5-7-10 тысяч, может быть. Но все надо подготовить, и все там не передумать, они потом будут готовы. Ну, вот, насколько я понимаю, Москва и Питер и вообще вся центральная часть России, ценно-европейская часть России, она, это самый-самый последний резерв, в который Путин будет залазить с точки зрения человеческого ресурса. С другой стороны, мы видим огромное количество погибших, достаточное, в республиках, да, в, не знаю, как это, Дагестан, Бурятия, Дагестан, Бурятия, Тыва, Дальний Восток, даже Калининград, вот сейчас последнее видео, это другая-то из Калининграда в плен попали. Русские. И может ли вот этот диссонанс, когда в основном сейчас выгребаются люди, гибнут люди из регионов, а не из Москвы, из Питера, привести к какому-то напряжению между регионами и Москвой, и Питером, и митрополией? Ну, может быть, и может, но это не будет то напряжение, которое я вручу встречу. Вот я просто, я бы и рад, я вот, если бы я сам думал, что оно так и будет, я бы вам тоже сказал с большим довольствием. Ну вот, просто оценивая инерционность мышления, подавленность населения, пессимистическое настроение, внутренней миграции, которую мы сейчас видим в сплошной рядом, вот с учетом вот этого всего, это не будет каким-то таким взрывом, что ли, между отношениями там центра и регионов. Нет. Но регионы продолжат терпеть, хотя, наверное, все равно будут какие-то там шевеления в мозгах происходить. Сейчас уже, на самом деле, понятно более-менее, что в России необходимо уже прямо сейчас каким-то образом концентрировать резервы для хотя бы стабилизации линии фронта. Более того, те резервы, которые сейчас накоплены, вот они сейчас их сожгут для этой стабилизации. Однако потом, там, зимой, весной, необходимо будет там идти в какое-то наступление. Из каких резервов это может происходить? Чем вы считаете, что еще зимой и весной в России будут шансы пойти в наступление? Я думаю, что зимой и весной будет окончательное изгнание, по крайней мере, со значительной части территории Украины российской армии. К этому времени накопятся ресурсы резервы украинских вооруженных сил, поступят оружие, боеприпасы, пройдут обучения, переворуживаться, введут новые стандарты и так далее. то есть нарастет масса вот этих современных наступательных вооружений, появится авиация. Я не вижу никакого сценария, при котором Россия будет там наступать зимой и весной почти чай. Я вообще-то считаю, что война должна там весне закончиться или весной закончиться. А в принципе сейчас вы с вашим опытом парламентской работы именно в этой сфере обороны, вы видите на самом деле сейчас какие-то резервы хотя бы для того, чтобы удерживать? Человеческие резервы можно подтянуть, они в конце концов подтягивают убийц, насильников из тюрем, берут и тянут на линию фронта. Окей, будут выгребать еще неблагополучную молодежь или стариков, кого угодно, до 60 лет они могут сейчас брать нынче в армию. Но снаряды, но пушки снятые с вооружения, танки, этого всего хватает еще или уже даже это подходит к концу? Ну, еще должна быть логистика, мало произвести пушку и снаряд, надо еще обучить людей и надо еще это доставить на фронт, на войну. Вот здесь я бы еще сказал, что несмотря на все сложности, на все санкции, на то, что сплавов нет, то, что там нет электроники, то, что не хватает большей механики и так далее, оптики и прочее. Ну, хорошо, сейчас начнут производить некачественное вооружение, но и он будет производить много. У России тылы, понимаете, никто не атакует, если Украина не может организовать военное производство, то при этом характер военной России может и организовать. Конечно, количественно, пополнить вооружение России может и обязательно это сделать, пока нет ударов там по военному военно-промышленному конкурсу. Но проблема в том, что, а, с логистикой возникает серьезнейшая проблема, поскольку кругом космическая разведка видит перемещение масс-техники, платформ, гаубик, техния, этой самой, танков, бронемашин и прочее, прочее, прочее. И здесь уже с учетом нарастающей огневой мощи проекта окруженных сил это будет просто уничтожаться. Там они даже до фронта не дойти. Но произвели там 200 орудий, а до фронта доехали 20. В лучшем случае. Понимаете, поэтому я не вижу, что у России могут быть какие-то серьезные резервы, кроме того, что по старой, так сказать, привычке, когда жизнь солдат ничего не ценит и не стоит. Завалит и забрагает трупами солдат наш. Уже множество разнообразных свидетельств и о том, что Путин отстранил Шойгу от руководства военными действиями, от управления армией и перебрал непосредственное руководство на себя. Если это так, это не доверие к армии? Если это так, то у Путина нет никого, кому к тому может, кто бы мог что-то вменяем и ясным делать. Так что я считаю, что это хорошая новость для Украины, да и не только для Украины, для нас. Если же он берет на себя стратегическое управление военным этим действием, войной, грубо говоря, но он называется «приплыли». Даже у диктатора Сталина, который там укокошил миллионы, были всякие маршалы, они, правда, тоже там не отличались смиренным нравом, тоже там кровью попили народные, немеренно. Но тем не менее, они хоть там, хоть таким способом воевать умеют, убивают, так сказать, миллионами своих, так сказать, солдат. Хотя бы это они умели делать. Я тут вообще ничего не умею. Не, ну не знаю, может быть, там на среднем уровне командования, на оперативном уровне и есть офицеры толковой, которые, по крайней мере, воевать умеют. Но вот мы вверху не видим таких. А вот вы, вы знаете, вы же много общались, вы же знаете всю вот эту вот комарилию. То, что сейчас там, условно говоря, на учениях «Восток-2022» мы видели за одним столом Путина, Шойгу и Герасимова, которые мило друг другу улыбались. Такое вообще, в принципе, возможно, если между ними отношения подпорчены и Шойгу больше не в фаворе? Или же наоборот, вот эти вот фотки говорят о том, что Шойгу нормально, все в порядке и все это только слухи? Не очень, я думаю, что они все в порядке, судя по выражению лица, если сказать еще хуже. Но я думаю, что они же тоже типа понимают, что это информационная война. Если они сейчас Шойгу что-то сделают, то это будет означать, что они понимают, что они понесли поражение. Это будет сигнал всему миру, где только Токаеву, который великолепно воспользовался. эти беззнания унизил Путин так, как кто-то другой. Никому еще не удавалось так унизить Путин, как Токаеву. Но это будет плохой сигнал, если там они перестанут Шойгу улыбаться, изгирать все. Скорее всего, это все-таки спектакль постановлено. На мой взгляд. Это может, подчеркну, я, конечно, не могу, не общаясь с ним в коридоре, не ловлю слова, но я думаю, что это все-таки спектакль поставленный, на мой взгляд, чтобы не дать поводу усомниться в единстве политического руководства, военно-политического руководства России. А генералам не стремно? Вот сейчас же, ну, условно говоря, на фоне войны с Украиной, результатов, которые эта война показывает сейчас, результатов, которые показывает российская армия. А генералы не понимают, что, ну, по большому счету, их же ждет судьба пяти первых сталинских маршалов. Ну, почему нет? Да, первые пять сталинских маршалов. Из первых пяти, значит, Тухачевский, Ворошилов, Егоров, Буденный и Блюхер до войны 41-го года дожили только двое. Да, и не самое толковое Ворошилов и Буденный. Все остальные в 37-м, 38-м году пошли под нож. Генералы нынешней российской армии не понимают. Я не знаю, а надо им вопрос задавать. Потому что генералы будут крайними, то, что захочут поснимать головы, у меня никаких сомнений нет, я об этом давно говорил. Я все время говорю, что раскол силовых элит начнется как раз в тот момент, когда будет поймать, что надо сваливать вину на кого-то, а этих кто-то, вот эти генералы, которые будут выбраны названия отпущения, соответствующие публичной поркой, снятием с должности, с посадками и так далее, так подобное. Пусть они думают об этом моменте, либо они... Они вот так вот, как агнцы, пойдут на заклание, то есть никто из них поднимет дивизию? А я вот не знаю, а я вот на самом деле не могу ответить на это, потому что я не знаю. Можете, пойдут, может, они настолько там в куху, может, они настолько там и зрели, что пойдут, как агнцы, а может, скажут, нет, лучше мы его, чему он, черт их знает. Скоро узнает. А что ты так долго ждать? В портайге носа единой России Турчак, он заявил, что референдумы на оккупированных территориях проведут 4 ноября в День народного единства в Российской Федерации праздник. А объясните мне, нафиг вообще нужны эти референдумы? Что они решают? Почему они до сих пор педалируют все вот это вот те? Но они должны чем-то отчитываться, они должны что-то вбрасывать. А если ничего не происходит, кроме уничтожения Российской Армии, кроме начавшихся, так сказать, пусть пока небольших, мелких поражений, но уже это началось, им что-то надо делать, что-то объяснять. Складывается какая-то такая странная очень ситуация, когда 15 сентября, 4 ноября референдумы, освободить территорию Донбасса, а эта задача, а эта задача, а Путин живет в каком-то своем мире и этот мир ретранслирует на уши окружающих. Это же все на самом деле после того, как оно не сбывается. Оно же, по идее, ослабляет его. То есть Акела промахивается, Акела снова промахивается. Акела уже не просто промахнулся, он реально косит, как заяц. Постоянно прыгает не туда. Не-не-не-не. Давайте, не будем сейчас выдавать желаемости действительно. Акела, конечно, промахивается, и было понятно, Акела промахнулся 24 февраля, а во сколько там утра. Не помню. Это вот было во главной промах и может быть уже фатально. Но пока он еще отыгрывает в пространстве пропагандиста. Что он крутой мачо, который древесит честненько, через день переказанное нормальное мидовское лексико и дипломатическое. Вот. Анжелты говорят, что они ничего говорят. Ребята, ключи не видят. Американцы сотендесятки миллиардов долларов туда сбрасывают. Они же чего? Это насыщили украинооружем. Они сейчас готовятся. Мы же говорили, что они готовят вторжение. Вот вы уже видите теперь, теперь вы видите, сколько там оружия. Теперь вы видите, сколько этого денег на это. Теперь вы видите, как они все окрысились против нас. Значит, они всегда хотели России. Мы сейчас вынуждены воевать со всем миром. Смотрите, мы выдерживаем Россию, несмотря на санкции, несмотря на прекращение поставок, на всякие эмбарго, на заморозки. А мы стоим, как крепость стоит. И ничего они с нами сделать не могут. Почему? А потому, что в главе у нас великий матч всех времен народа. То ли чмо, то ли матч. Пока матч пока еще не стал чмо. Вот. Вот благодаря ему мы такое сейчас, они все с нами сейчас сядут востоку переговоров, потому что у нас сильные позиции, броня крепкая, танки на шердиспорте. Ура, ура, ура. Пока это отыгрывается вот в этой водломасте, она сокращается, эта водломаста, но она сокращается медленно. Там процентов, наверное, 30 с чем-то пока еще поддерживают. А элиты? Для них тоже Акела промахнулся все время? А элиты? А элиты находятся в охрене. Только поменяйте там на матерное, вы получите то слово, которое говорят все элиты. Минс Гавар. Говоришь с одним в Болгарии, он говорит, это слово другому званишь телефону. В России он говорит это слово в третьем встречается. В Германии, в Брюсселе. Они все говорят, мы вот находимся где-то в этом состоянии. Причем, я же тут говорю, мы умеем. Серьезно. Серьезно. И вот они предложили, они как раз лучше всех понимают, что все. ну окей, понимают. А делать что-то или ничего не могут атрофировалось? Или ничего не могут? А сейчас они выкинули из земля. Они сейчас не общаются. если только они что-то какие-то тайные тропки найдут воздействия. Ну, в хорошем смысле с этим словом. Шарфик, табакерки и так далее. Ну, пока я так понимаю, что у них не очень получается. Да и опасно. И понимаете, что любое неосторожное шептание сейчас на кромерской кухне может привести к фатальному условию. Реально. Понимаете? Да. Поэтому все не так просто. Хоть он сейчас там с ума сошелся, в безопасности. Если уж в былые времена, когда там не было войны, он ковида боялся уже войны. Я знаю, сколько сошелся в карантине, поскольку недель что-то там по охране от тела важное. Ну, а уж там я про других вообще не говорю. То есть сейчас-то он вообще зациклен на своих безопасностях. Сейчас он на эти онлайн-совещания ведет. Если выезжать к каким-то детям, чтобы рассказать им про резиновую жопу, что-то извините. Из песни Путина слов не выкинешь. Никак. Геннадий Владимирович, вы верите в, продолжая тема табакерок, шарфов и прочих опасных для жизни вещей, вы верите в русских революционеров, в действительно существующее активное российское антипутинское подборье? Я верю или не верю, это вопрос веры. Есть, Господи, ты или нет, это вопрос веры. Не в этом дело. Дело в том, что даже если мы возьмем гораздо более прогрессивный немецкий народ, который жил при Гитлеве, все в 12 лет, кстати, аптечка, все в 12 лет, то этот немецкий народ с 12 лет, лучшая его часть прогрессивная понимает, какую вот эту резиновую жопу или не резиновую гитлевую страну, они его пытались убить по-моему раз там поэтому вот но и дым не далось а сколько там у фиделика пытались раз снять срочно поэтому даже если есть мы не можем на это закладывается как вариант который имеет высокую вероятность а задача раскачивания какого-то определенного раскачивания российского общества а вот эта задача реально для этого должен быть отдельный план нельзя всех загонять вот надо дать некоторые части ну какую-то надежду на выход из округа но это я как говорил схематично о чем будем думать о том как сугубить намечающиеся расколы потому что только при расколах или происходит все смены режимов падение режима а знаете в чем на самом деле парадокс в том что безвариативная ситуация по большому счету не у россии а у украины и всего цивилизованного мира у нас нет других вариантов кроме победы украина должна победить должна вышвырнуть всю эту затоносную шушваль и всех ее донбабвийских и лугандонских прихлебателей со своей земли украина должна довести эту войну до такого конца после которого россия уже не сможет ни под каким соусом снова зарится на наши земли и на нашу независимость мы должны победить другого выбора нет и у цивилизованного мира нет иного выбора кроме как помогать нам победить потому что весь мир должен увидеть агрессор получит свое сполна заплатит по полному счету все до копейки особенно если у него за пазухой хоть и ржавая но атомная бомба в данном случае это не облегчающий а отягчающий фактор ибо до февраля 2022 года обладание ядерным оружием было не столько привилегии сколько на самом деле ответственностью предполагалось что страна обладающая им будет достаточно ответственно и самодостаточно чтобы не пытаться оттяпать соседские земли с помощью вооруженных сил одетых в соответствующую форму соответствующими знаками различия и под своими флагами россия решила этот порядок нарушить а значит ради порядка и в назидание потомкам должна быть наказана изолирована и обескровлена другого выбора нет а вот у россии у российских граждан российских элит выбор на самом деле есть либо сидеть дальше в капкане и сдохнуть либо вступить в бой со своим врагом путинским режимом до встречи есть о чем поговорить